добрый день вы на канале модной практики напоминаем что у нас видео выходит каждый день мы с вами уже прослушали лекцию о платьях вы уже посвящены в мои планы вы уже знаете что мы будем работать с платьями сегодня перед нами вот такой эскиз о котором мы поговорили только вкратце и вот сегодня приступаем к его моделированию у меня вот такой серый трикотаж это у меня будет такое тепленькое платье для зимы но не решенные некоторые торжественности мало того что я в нем могу просто под пальто одеть пойти на работу я смогу в нем пойти в ресторан на концерт и так далее мало ли на каких мероприятиях мне придется быть у меня вот такой трикотаж абсолютно мягкий двухсторонний но я буду шить темной стороной наверх вот такой трикотажик я его пока убираю конечно эту модель можно шить не только стрикотажа ткань мы пока убираем убираем совсем убираем перед нами вот такой эскиз перед нами спинка с которой мы ничего не будем делать мы просто можем ее сделать отрезную по линии талии а можем делать не отрезную лично мне не нужно делать отрезную спинку мне лучше прямую а у кого-то впалая спина ему удобнее вот здесь вот сделать отрезную пожалуйста делайте отрезайте тогда вот эти излишки тут шов очень хорошо забирать очень часто совпало спиной я рекомендую даже прямое платье впереди не отрезной полочка чтобы спинка была отрезная я поэтому очень легко там потом все делать усадку пока спинку убираю и все абсолютно все наше внимание будет посвящено полочки потому что здесь кажется что так вот она простенько нарисовано вот наш эскизик но на самом деле ничего у такого простенького здесь нет сейчас мы с вами поработаем я сняла спинку в один слой одну половину спинки а полочку сняла с базовой основы вдвойне смотрим что у меня получилось у меня получилась вот такая полочка сначала плеча снимаю сантиметра 2 не хочу чтобы плечо было сильно открыто по центру переда снимаю сантиметров ну 14 вот у меня 14 это сгиб у меня сейчас тут я сразу вырежу вырез чтобы мне было все понятно но и не забыть что со спинки тоже здесь два надо снимать чтобы не запутаться в плечах вот эту линию которая нарисовала это ваша воля вот я ее нарисовала видите слегка вот чуть 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 вот такой да а кто-то нарисует прямо под линейку кто-то сделает вырез выше и шире это уже как бы то что вы хотите кто-то не хочет в образный пожалуйста сделать кругленький еще какой то но сейчас моя воля вот такая я вот делаю вот так я вам показываю в принципе кто-то может быть и любит такой вырез пожалуйста делайте другой а вот сейчас у нас начинается самое сложное сложность в чем видите одной стороны с правой стороны складка зашла на левую сторону из в нижняя часть складки ушла на другую сторону то есть у нас вот здесь по центру переда очень много слоев вот здесь видим да в нижней части платья вот видите да но не бойтесь мы с вами сейчас сделаем а мы будем моделировать сначала нижнюю часть платья потом верхнюю часть платья и так я отрезаю по линии талии откладываю верхнюю часть в сторону да я еще что хочу сказать что ясно пару сантиметров завысила линию талии чтобы у меня не вот здесь была линия талии так чуть-чуть высоковатенько на два сантиметра я завысила а вы себе будете выбирать центр переда линия талии вот наша выкроечка не низ моего платья смотрим вот на эту верхнюю складочку вот это вот первые две складочки не вот эти вторые две складочки не вот эти сейчас рассматриваем две складочки а вот эти первые ну я думаю что это сантиметров 10 пусть будет складка вот вот здесь у нас отсюда пойдет первая складка вот она у нас пойдет отсюда смотрим ну ведем не прямо вот туда вниз вот прямо вниз не вниз платье все-таки в бок но близко к низу вот так что при не ушла это первую линию мы ведем а вы же будете сами делать вот то что вы хотите мы с вами проходили уже похожие платье у меня есть платье углами она строится как оригами и я знаю что многие сделали смотрим в эту точку вот смотрим в эту точку вот в эту точку куда пришла линия от начала складки вот это мы произвольно вывели линию а вот у нас вторая часть вот эта сама складка вот отсюда начинается сейчас я должна провести линию так чтобы они вот тут встретились в одной точке поэтому я возьму линейку подлиннее чтобы наугад не делать из этой же точки вот сюда это только кажется что сложновато на самом деле ничего уж такого нету смотрите что получилось получился треугольник вот он вот он треугольничек треугольничек получился у нас вот такой вот треугольничек вот он это первая к центру складка первая к центру складка а второй складки мы еще не говорим что нужно сделать теперь теперь во первых вот в этот вот момент можно открыть выточку мы с вами уже занимаемся таким интеллектуальным кроем наш вот этот треугольничек с этой линии ушел на эту линию я сейчас подклею чтобы вы не запутались и вот сейчас наш вот этот весь треугольник я обведу очень ярким таким фломастером чтобы вы сейчас понимали откуда что у нас появилось построили первую первую нашу складочку пришли вот в эту точку вот наш треугольник который добавился вот это вот все нужно выровнять и убрать до этого момента надеюсь все понятно сейчас сгибаем кальку в два слоя назовем знаете как вот эта линия ближе к центру первая а это вторая то есть у нашего треугольника появилось название линий складываем кальку пополам на сгиб и любой кусочек кальки сгибом прикладываем к первой стороне нашего треугольника вот к первой стороне нашего треугольника я приложила кальку вдвойне на первой стороне сгиб вот она сгиб а теперь тем же маркером я там вижу на просвет линию и вы увидите почему нужны хорошие маркеры карандаш вы не увидите через два слоя кальки по нарисованным линиям отрезаем что я получила я получила наш вот этот нарисованный треугольник вдвойне у него есть сгиб посредине теперь мы разрезаем по второй линии саму вот это вот нашу первую выкройку раздвигаем это вторая линия которая в нашем вот этом треугольничке мы вторую разрезали раздвигаем раздвигаем настолько чтобы нам вставить нашу вот эту вот деталь смотрите внимательно я стараюсь донести как можно как можно доходчивее а как вы думаете почему подобные вещи дорого стоят дорого стоят и подобное платье всегда дорогие потому что но не так просто это сделать когда вы научитесь представьте как вы будете выглядеть вы куда миг появитесь окружающие дамы будут вас рассматривать и уже в уме прикидывать а сколько же у нее денег раз она в таком платье это правда кстати я надеюсь что до этих пор все понятно дальше мы будем работать с одной половиной я по центру переда отрежу и уже выкину вот эту часть будем работать только вот с этой линией вот с этой деталью сейчас мы эту складочку заложим вы увидите что получилось и сделаем вторую складочку смотрите что я делаю в первую очередь в первую очередь я отрезаю по центру переда и пишу здесь центр переда сгиб сгиб смотрите что у нас получилось сгибаем наш клинышек вставной посередине и соединяем с нашей вот этой вот первой линии и получили мы вот здесь вот точку вот на этой складочке . центр переда теперь смотрите мы вырежем ткань разложим и у нас получается наша же точно то что сначала и было без всякой складочки деталь и теперь уже теперь мы можем приступить ко второй складочки смотрите что получается эта сторона уйдет за центр переда другая сторона от сгиба вот эта же точка уйдет вот сюда вот внутрь вот туда и получится у нас вот такой вот запах складок будьте внимательны я думаю что по первой складочки нет у вас проблем теперь же мы должны точно таким же методом построить вторую складочку вторая складочка у нас примерно ну на расстоянии давайте возьмем каждый будет смотреть по своей талии у кого конечно там талия всего 60 сантиметров или 64 сантиметра вы не можете тут брать 10 ну сообразно своей фигуре вот эти все расстояния понаходите дальше от начала складочки но сделаем сантиметров я сделаю сантиметров 7 и провожу линию параллельного начала складки вторая складочка у меня будет меньше вот вторая складочка у меня куда ушла пусть она у меня будет сантиметров ну сантиметров 6 пускай будет а кто-то возьмет меньше и вот в эту же точку куда пришла линия мы с вами проведем вторую линию мы получили второй запахивающийся треугольник вот наша вторая складочка которая сбоку 2 вот она вот что мы получили вот 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 дополнительный треугольничек кстати это очень такой прием ну как бы он из японского кроя к нам пришел и мы его часто используем потому что но хорошо получается ну нам вот эта деталь уже не нужна сгибаем ее пополам у нас также точно вот эта линия первая суда называется первая сторона вот это вторая сторона сгибаем пополам колечку и прикладываем к первой стороне рисуем мы насквозь тридцать треугольничек видим ничего не надо думать просто вырезаем вырезаем а прежде чем вот тут разрезать проверяем смотрим вот она отлично вписалась в наш треугольничек видите да значит мы разрезаем вторую сторону и раскрываем настолько чтобы вставить наш треугольничек если бы я вам сказала девочки откройте вот это вот все раскроете вот потом заложите складку обратно ну никогда бы не получилось так хорошо как если мы поработаем точно вы истратите полчаса зато получите удовольствие я даже вам не могу сказать сколько или час вы истратите вот на это моделирование потом то уже ничего думать не надо потом то уже самое главное уже просто отрезать ткань по этой выкройке раз положил и отрезал уже все я всегда говорю наши заказчики такой придумают что заставят тебя чтобы голову поломать до одежда наша должна уходить от растянутых вискозных кофточек зимой и летом и приходить уже к чему-то такому чтобы мы комфортно себя чувствовали в обществе конечно кто вот совсем совсем уже так любит что у него все было идеально сейчас можно вот эту выкройку вот у нас тут сгиб центр перед изгиб я пишу смотрите я пишу долевая вот об этом не забыть вот долевая вот поперечная ткани низ из плани из платья а вот одну складочку мы заложим которая у нас перейдет на вторую и с этой стороны под низ заложим здесь у нас все получается и вот у нас получается вторая наша складочка и после того как мы заложим две складочки мы имеем то самое что имели сначала вот ровное платье сейчас очень много используют оригами конечно это не совсем оригами ну вот такие вот расчетики представьте какие красивые будут складочки ровный боковой шоу без всякой складочки нормально человеческая подгибка и вот такой вот красивый период мы с вами сделаем смотрите как красиво низ платье готов спинка готова осталось чуть-чуть нам поработать с лифом с верхней частью платья и наша выкройка будет готова я думаю что в нашей стране но немало на новый год будет таких платьев а теперь смотрим наверх платья если в нижней части платья складочки все-таки находили одно на одной создавали какую-то асимметрию то верхней части платье никакой асимметрии нету две вытачки две складочки на грудной вытачки уходят в центр поэтому мы с вами что делаем оставляем только половину лифа первое что мы делаем от центра проводим линию к вершине вытачки да кто не захочет что вот здесь вот видите как она прямо от начала вот так открывается и может создать объем можно сантиметр 45 зашить изнутри и вот эти складочки пустить не прямо от чего а чуть выше в свободное уже такой защипы что я первое делаю смотрим сюда закрываю на грудную вытачку просто я беру вот так вот и закрываю центр переда сгиб долевая вот это не забыть закрываю на грудную вытачку и закрываю то левую вот смотрите у меня же еще есть то левая я ее тоже закрываю я не буду здесь вставлять треугольник открывать выводить вот эти углы мы отметим вот эти точки а ткани вот тут вырежем просто побольше а потом когда заложим обрежем излишки здесь мы пойдем более простым путем но в нижней части платья мы это не могли представляете девочки каким будем красивый теперь вот у меня долевая нить вот моя нагрудная и талиевая вытачка 2 в одном так не пойдет как говорит моя внуча ариша так не пойдет ну примерно параллельно первой стороне вытачки давайте параллельно второй стороне вытачки до параллельно второй стороне вытачки сантиметров насколько у нас вот тут вот вторая вытачка должна быть от центра переда вот в этой точке чтоб они у нас совпали она должна быть от центра переда у нас 13 с половиной сантиметров от центра переда до начала второй вытачки для того чтобы вторая вытачка сверху совпала со второй складочкой здесь смотрите у нас на эскизе вторая вытачка начинается вот на эскизе там где начинается нижняя часть вот но я хочу чтобы она была ближе я не хочу так далеко уводить эту вытачку у меня здесь будет очень много тканей сбоку поэтому я вторую вытачку строю от второй линии первой складочки вот это будет логичнее у меня в данном случае потому что у меня тут большие расстояния и я рисую линию немножко короче на грудной вытачки вот если у нас тут тут чуть-чуть короче сейчас я вам все покажу я что хочу сказать что конечно мы тут как бы и сами тоже имеем возможность выбирать не обязательно идти от заданного эскиза если я вторую вытачку верха приведу к началу но у меня будет там очень большое вот тут вот расстояние очень большой между вытачками верхними поэтому я вывела ее сюда вот в эту точку смотрите что я делаю надрезала и от этой точки я разрезаю к вершине вытачки смотрите что у меня получилось у меня получилось вот такой вот здесь долевая вот моя нагрудная и талиевая вытачка вот мой второй разрез я его немножечко ну не совсем так наполовину ну хотя бы вот так на одну треть открываю это все равно должна остаться больше а это меньше но дело в том что я не хочу еще дополнительную тут давать свободу чтобы мне потом вот так вот все разваливалась пусть вот это будет маленький защипчик или вы . вот эта вторая я посмотрю когда начну кроить что у меня получится у меня вот это будет защип а это вы . но как бы не хочу чтобы сбоку у меня вот здесь много ткани было заложено я потом туда отваливалась нет я против вот этот вот видите тут открылся такой в этом месте разрез его просто игнорируем просто игнорируем и все верх у нас готов можно было можно было вот здесь тоже надрезать дать еще дополнительные вот здесь свободы на такие более свободные защипы видите тут более свободной защипы но я не хочу чтобы здесь было очень много ткани под грудью вот здесь вот поэтому у меня вот эти две вытачки состоят только из нагрудной и талиевой вытачки будем кроить по этой линии вниз и по этой линии вниз а с этим углом уже потом будем разбираться то есть если у нас вот это долевая она должна дойти столько чтобы нам вот тут хватило поэтому мы специально вот такой угол не строили вот у меня центр переда вот центр переда вот наше будущее платье мы с вами закончили моделирование кто-то вот здесь будет раздвигать и больше давать свободу но мы остановимся на этом прошли мы с вами достаточно сложное моделирование всем желаю успехов чтоб все получалось потому что но так страшновато но когда делаешь уже не так страшно смотрите думать и ой как же это сложно нет всем желаю успехов всем желаю быть разнообразными иметь хорошие платья такие представительные классные на этом я прощаюсь с вами делитесь нашими видео ставьте лайки подписывайтесь всего хорошего с вами была я паук штырина михайловна и вся наша команда